Итак, начинаем наше четвертое занятие Ruby on Rails, которое будет посвящено представлению. Представление очень большая тема, полностью мы пократь его не сможем, но самое главное мы, конечно, рассмотрим. В первую очередь, прежде чем вы приступаете к любому лицовому приложению, вы должны помнить, что всего представления, условно говоря, три вида. Это лейауты, это шаблоны и это паршалы. Давайте посмотрим, где они находятся. Я напомню, что мы разрабатываем приложение, в котором наши пользователи оставляют сниппеты. И на прошлом занятии мы разбили его на два namespace. Это административная часть и основная часть. Но лейаут у нас по-прежнему один. Так как мы находимся в представлении, то в папке приложения выберите App, Views, Layouts. Вот в этой папочке Layouts находится представление нашего рельсового приложения. Называется оно Application HTML Slim. Что такое представление? Это фактически и футер, и хедер в одном лице. То есть наше представление является как бы оправой для всех представлений, которые мы встречаем в экшене. Давайте загрузим главную страницу нашего приложения. Для этого надо запустить сервер. Я напоминаю, что это делается при помощи команды Rails S. Если у вас возникают ошибки, вам потребуется выполнить команду Bundle. Дело в том, что я немного подправил геймфайл в текущей ветке Rails Lesson 4. Для того, чтобы отключить Spring, который нам мешал на прошлом занятии. Итак, если не успеваете, говорите. Да, можно просто Bundle. Давайте я в Slack сейчас кину команду. Bundle. И после того, как он отработает, вы набираете Rails S. Долго выполнился? Быстро? Выполнился, да? Давайте тогда попробуем зайти в наше приложение. Если, находится оно по адресу Local 3000. Если у вас сейчас в приложении просит пароль, то я сейчас вам напомню аккаунт. Это Олег. Ну, не обязательно на самом деле. Мы базу данных не трогали. Можно выполнить DBR Reset, но в принципе приложение должно работать и без этого. Итак, аккаунт Alex Snippets.ru 12345678. Это пароль от нашего аккаунта. Это на тот случай, если приложение вас не пускает. То есть, нам нужна быть ветка, которая была на 4, что ли? Да, да. То есть, вот в начале в Slack есть команда git checkout Rails 4. Ее нужно переключить. Но предварительно, если вы не сгружали наше приложение, нужно сделать, ну, хотя бы git pull, который сгрузит все ветки. И дальше команда git checkout Rails lesson 4. Так, ну, догоняйте нас. Мы посмотрим, что у нас здесь творится. Для того, чтобы посмотреть, как работает наш layout, давайте его немножко изменим. Я сейчас буду менять шаблон. Мы работаем сейчас с языком Slim. На самом деле Rails позволяет использовать любые шаблоны. Не только для HTML-кода, но и для CSS и для JS. Например, мы не будем сейчас подробно останавливаться на механике рельс. Но, например, к нашему приложению уже подключен ES6. Вы можете писать на ES6. Только единственное, вам нужно расширение менять на JS.ES6. Этим и приятны рельсы тем, что они, как LEGO, позволяют вам собирать ваше приложение из разных технологий. Но неприятны они тем, что все... Они монополизируют несколько управления этими технологиями. То есть все идет именно через Ruby Code, через RELS-приложения. Это не всем нравится, и это не всегда правильно, особенно в больших коллективах. Итак, мы переходим в наш layout и набираем... Давайте сделаем меню. Например, спам. А здесь я добавлю... Вы не волнуйтесь, если не успеваете, я потом вам сброшу все изменения. Давайте добавим в футер нашего layout меню. Пока без ссылок. Так, а здесь мы, наверное, добавим контакты. Я копирую вам содержимое нашего layout в чат. Чтобы вам не перебирать. А сам отправляюсь смотреть в браузер. Что же у нас поменялось после того, как мы изменили layout. У нас внизу появилась строка. Она не очень хорошо выглядит. Видите, у нас две строчки слипаются. Это особенность Slim. За что я лично его не очень люблю. Почитают другие шаблонизаторы. Но суть в том, что у нас не хватает пробела между спам-операторами. Их можно добавить при помощи вот таких магических конструкций, которые добавляют пробел справа. Если вам нужно добавить пробел слева, вы ставите такой символ. Если оба пробела, то, соответственно, такой. Вот это вот чистая магия. Фронтовики, которые сталкивались со Slim на практике, отлично ее знают. Но, к сожалению, это приходится только терпеть. Приходится об этом знать. Итак, у нас образовалось меню. Здесь, наверное, не очень хорошо видно. Я сейчас сделаю побольше. У нас появилось меню. Чем плохо то, что у нас образовалось меню внизу? Вернее, давайте сначала остановимся на самом внутреннем устройстве layout. Как видите, у нас посередине находится безымянный оператор Yield, который передает управление. На самом деле, вот сюда, в завесу этого оператора Yield, вставляется представление из наших экшенов. Если мы сейчас заглянем с вами, допустим, в админ Home Index Hotmail, мы увидим здесь уже шаблон нашего экшена, который соответствует экшену в контроллере Admin Home. Он вставляется в середину в layout. Давайте зайдем в админку и посмотрим, что там происходит. Для этого мы набираем адрес localhost 3000, admin. Сразу что бросается в глаза. Меню у нас сейчас будет путешествовать по всем страницам, к которым подключен layout. Я на всякий случай сброшу вам сейчас ссылочку, если она у вас не открывается. Разумеется, в админке нам не нужны части, которые находятся во фронтовой части, потому что админка — это админка, а фронтовая часть — это фронтовая часть. У них разные элементы, это совершенно разные страницы. Что же делать? Давайте введем отдельный layout для административной части. Для этого создаем файл в папочке layouts, который мы сейчас назовем, скажем, admin.html.slim Скопируем в него содержимое файла из application.html.slim и сотрем меню, в футере которого не должно быть. Если мы сейчас перезагрузим нашу административную часть, то, разумеется, ничего не произойдет, потому что она ориентируется на application.html. Это особенность Rails-приложений. Когда вы следуете RailsWay, то рельсы постараются за вас задумать, где должны лежать ваши файлы. И если вы следуете этим соглашениям, вы практически не пишете кода. Но как вы только начинаете отходить от RailsWay, когда вам нужны какие-то нестандартные решения, вам приходится самостоятельно прописывать вашу конфигурацию и расположение layout. Итак, давайте пропишем наш layout. Он прописывается в контроллере административной части. Вот, контроллер, админ, хом, контроллер. Для этого мы пишем путь. Мы его создали на прошлом занятии, когда делали административную часть. Он у вас должен быть непосредственно уже в ветке. Итак, мы пишем здесь путь. Ну, по-моему, должен сработать вот так. Layouts. Хотя, он стандартный. Давайте попробуем просто layout admin. И посмотрим, пропадет ли наше меню. Так, нет. Нужно прописать полный путь. Может layout с единственными числями? Очень даже может быть. Потому что, да, layout в единственном числе. Совершенно верно. Нечасто эту операцию делаем мы. Да. Пропал наше меню. Итак. Смотрите. Что? Что? Какой-то кнот. Вы точно находитесь в ветке у нас? Нашелся? Ну, мы движемся дальше. На самом деле, мы бы в административной части в application контроллере также должны были прописать layout application. По-хорошему. Чтобы он у нас наследовался во всех контроллерах, части, которую видят пользователи. Мы этого не делаем, потому что рельсы делают это за нас. Это особенность рельсовых приложений. Они очень многое предполагают по умолчанию. То есть, так называемое соглашение над конфигурацией. То есть, если вы следуете классическому построению рельс-приложения, вы практически не пишете кода. Рельсы очень многое за вас по умолчанию предполагают. Как в настройках, так и в структуре вашего приложения. Но, если вы вводите дополнительный namespace, вам приходится layout прописывать явно. Итак, что еще бы я хотел вам показать в наших layout. Обратите внимание, что вот наименованный yield title это возможность вставлять в футер и в хедер, да и, собственно говоря, в любую часть темплейтов код, который не попадает в yield. То есть, разумеется, который не попадает у вас в центральную часть между хедером и футером. Давайте посмотрим, как это работает. Но для этого нам потребуется, наверное, сейчас ввести еще один road. Я напомню, что road settings, то есть, у нас сейчас центральная часть есть, то есть, у нас есть индексная страница административной части. Давайте введем еще один road, связанный с настройками. admin settings. Чтобы ввести такой road, нам потребуется отредактировать файл config routers, которым мы работали на прошлом занятии. Я на всякий случай напишу к нему путь. И давайте посмотрим, что у нас творится в админке. Итак, у нас есть road для индексной страницы. Давайте введем road для страницы settings. поместим его в тот же контроллер home и сопоставим ему action settings. Сейчас, если мы перейдем в консоль, давайте я на всякий случай вам сброшу namespace обмен chat. Если мы сейчас перейдем в консоль и запросим роуты, то там должно появиться два роута в home контроллере. Давайте убедимся в этом при помощи команды rake routes и отгрепим ее сразу по имени home. Так, минуточку, я нахожусь не в проекте. Сейчас я перейду в проект и повторю команду. Так, обратите внимание, сейчас я команду сброшу на всякий случай вам в чат. Обратите внимание, у нас появилось два роута, один просто admin, а другой admin settings. чтобы он у нас заработал. Экшена нет, да, вот сейчас давайте займемся созданием в первую очередь экшена. Это несложно, достаточно просто скопировать предыдущий экшен и переименовать его. Да, 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 нет, на самом деле особенно в development окружении у вас есть множество инструментов для отладки. Более того, у вас там должно быть такое серое окошечко, в котором вы можете выполнять рубикод непосредственно браузер. Рельсовики очень часто к этому прибегают. Итак, помимо экшена settings, нам нужно сразу создать соответствующую view. в папочке views admin home мы создаем файл settings HTML slim давайте скопируем туда содержимое административное из индекса. Если хотите, можем его немножко переименовать, чтобы было более наглядно. По крайней мере для начала. Итак, у нас есть два экшена. Это индекс и settings. Итак, у нас это мы уже видели с вами. И если мы сейчас загрузим путь admin settings, мы окажемся на второй странице. обратите внимание, мы у нас совершенно пустые экшены. Если вы сейчас их закомментируете или удалите, у вас по-прежнему будет работать приложение. То есть рельс приложения достаточен того, что информация в ваших роутах, чтобы найти ваше представление. Если у вас экшены не совершать никакой работы, их можно просто не указывать. Это еще одно соглашение, принятое в разработке. Но так как мы сейчас будем с ними работать, я их раскомментирую. Итак, обращаемся к нашему лейауту, с которым мы работаем. и как видите, у нас есть Yield Title, в котором мы пытаемся передать заголовок страницы. Это получается в этой темплейте, что мы делали Home и Крюхи, но плей-аут и выходит через Yield. Да, через Yield. И смотрите, мы сейчас что пытаемся сделать. Вот мы сюда подставляем темплейты и мы хотим подставить информацию например Title. Разумеется у вас Title, название страницы, каждая страница будет различной. Мы не можем сейчас называть страницу все одинаково. И мы сейчас научимся как передавать Title. Вот здесь смотрите, обратите внимание, сразу стоит проверка Content For. Вообще передается ли какая-то информация Title. Потому что если вы вызовете Yield без передачи ему блока будет страница называется Untitle. Если сейчас посмотрите в браузер в заголовок в табы, то можете обратить внимание, что они называются Untitle. Это собственно говоря название страницы осуществляется здесь. То есть мы создаем Title Tag и передаем туда информацию. Итак, давайте попробуем в каждом из наших экшенов передать информацию для Title. Для этого мы переходим непосредственно в индекс. Давайте начнем с индекса и пишем в собственно тире, что это означает. Вообще Slim и шаблонизатор Slim это отдельная тема, как и шаблонизатор HAMO и как большое количество других шаблонизаторов. Их надо изучать отдельно, но в данном конкретном случае означает, что после тире вы можете просто писать Ruby Code. Давайте воспользуемся helper content for и попробуем задать название для нашей страницы. Пускай это будет называться система администрирования. система администрирования. Чтобы было веселее и более понятно, давайте вот здесь вместо заголовка H1 такого здорового, который у нас на странице тоже напишем build title. То есть попытаемся и сюда еще информацию передать. и то же самое сейчас сделаем давайте я вам сброшу содержимое индексной страницы на тот случай если вы отстаете уже что-то получается да вот я отстаю я похоже давайте я тогда сейчас сделаю то же самое со страницей настроек и назовем ее по-другому настройки так сохраняем теперь если мы переходим на нашу страницу а так у меня там небольшая ошибка переходим на нашу страницу то видим что мы заполнили наши yield уникальной информацией которая отличается от одной вьюхи к другой это не совсем ага он на самом деле в дебрях рельс формирует блок то есть yield это всегда вызов блока и внутри рельс то есть эта информация формируется в прок и она передается методу то есть это на самом деле вот это рубишная магия да и мы сейчас с вами посмотрим альтернативный путь yield он очень специфичен именно для руби он сейчас появляется во всех языках но он там гораздо более резаном виде часто присутствует а в руби вся экосистема построена на yield но она несколько такая знаете магичная да особенно когда у вас нету 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 блоков то есть вот сейчас происходит чистая магия поэтому мы сейчас посмотрим альтернативный путь как можно передавать информацию непосредственно внутрь наших шаблонов единственное что вам придется пользоваться yield когда вы работаете с layout то есть когда со всей оправой вашего сайта итак давайте переходить непосредственно к передаче параметров внутрь наших 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 юх разумеется вы не можете построить весь сайт чисто на вьюхах у вас есть база данных у вас есть контроллеры и вам нужно получить информацию из базы данных и передать ее во вьюхе давайте перейдем в наш home controller и попробуем задать название на уровне home controller предположим что вы получили из базы данных позже я продемонстрирую действительно передачу данных из базы данных в приложение но сейчас нам нужно просто разобраться с параметрами пусть название каждой страницы задается непосредственно в экшенах пускай это будет индексная страница ну вернее как она система администрирования настройки у нас назывались настройки так то есть обратите внимание мы создаем инстанс переменную с собачкой особенность представления такова что вы можете везде использовать вот эту собачку то есть если мы сейчас перейдем непосредственно в наше приложение допустим сюда мы можем скажем вот вместо системы администрирования указать собачку и вместо yield title тоже указать title и то же самое сделаем давайте в настройках то есть заменяем все yield на title если мы сейчас перезагружаем любую из наших страниц то можно убедиться что ничего не меняется если мы сейчас посмотрим на наши вьюхи обратите внимание насколько они похожи рубисты ненавидят код который повторяется вот принцип don't repeat yourself dry он свято чтится рубистами или совиками зачастую может быть даже иногда ущерб продуктовым задачам и времени разработки но разумеется этот подход окупается потому что вы можете менять потом код в одном месте и соответственно не плодить ошибок когда вы исправили в одном месте а в другом забыли давайте избавимся от этого повтора и сделаем это следующим образом мы перейдем к следующей теме который называется паршал то что мы с вами рассматривали layout то есть это общее представление и темплейты это в общем-то понятно паршалы это небольшие кусочки тех же темплейтов которые вставляются уже либо в шаблоны либо в layout либо в другие паршалы то есть это самые мелкие представления у них есть определенная особенность они начинаются с символа подчеркивания давайте создадим новый файл в нашей папке home который будет называться подчеркивание title title tml sli я сейчас давайте на всякий случай продублирую да у меня уже право лето фотографические ошибки все-таки вечер но они к сожалению не случаются продублируем название файла который нужно создать и перенесем туда содержимое повторяющее содержимое из нашей вьюхи это контент фо и title теперь успеваете теперь в представлении вместо вот этого содержимого мы можем использовать метод render передав ему название вьюхи обратите внимание что везде когда вы будете вызывать подшелы несмотря на то что они начинают с символа подчеркивания вы это символ подчеркивания опускаете и то же самое делаем в настройках а настройки у нас находятся рядом называется settings.html.slim если мы сейчас перезагрузим страницу то не должно ничего произойти сверх кардинального то есть все работает что плохо в этом подходе в этом подходе плохо то что у нас title проваливается через несколько слоев то есть у нас по сути дела вот эта переменная с собачкой выступает как глобальная переменная то есть она доступна вообще на любую степень вложенности вьюх это плохо глобальные переменные ну всегда плохой вариант их плохо искать их плохо сопровождать они подвержены ошибке поэтому при работе с представлениями обычно используется другой подход вместо того чтобы передавать переменные вот с собачкой то есть instance переменная вы передаете локальные переменные следующим образом пишите название переменной то название которое бы вы хотели видеть непосредственно в объеме в котором вы передаете переменную и ее значение ну в данном случае они у нас совпадают но мы могли бы вместо title использовать допустим name и так и то же самое делаем в представлении settings теперь в вьюхе title мы можем убрать вот эти собачки будут использоваться локальные переменные если мы сейчас перезагрузим страницу то по прежнему у нас все в порядке давайте я вам на всякий случай сброшу содержимое вьюхе title чтобы вы могли воспроизвести ситуацию у себя и так индекс давайте я и индекс вам открою и сброшу так какие-то вопросы то что в индексе она собачка это нормально потому что индекс это шаблон непосредственно связанный с с вашим с вашей с вашим экшеном на самом деле на самом деле смотрите мы бы должны были прописать здесь явно где находится наш индекс вот таким образом но мы это не делаем потому что рейси следует соглашению да если вы свои вьюхи поместили в какую-то экстравагантную папку не по соглашениям рейс назвали по-другому вам придется рендер писать явно к этому прибегают это используется но если вы следуете соглашениям рейс то вы можете это не делать и тогда вы всегда сможете узнать где находится если вы видите вот такие пустые экшены вы всегда можете восстановить что представление находится в папочке home и называется индекс то есть шаблон вот этого экшена это одно из соглашений рейс то есть как только видите экшен первое что вы делаете вы заходите и ищите папочку home и соответствующий одноименный экшен и так с переменными разобрались давайте переходить к передаче информации из базы данных для этого нам нужно с вами обратно в home контроллер и сформировать модель вернее коллекцию уже сниппетов давайте выведем на главной странице все наши сниппеты заводим переменную сниппет и дальше нам нужно извлечь коллекцию ну давайте цептируем ее сразу подать создание created at desk я на всякий случай сбрасываю вам это в чат но прежде чем идти дальше любой нормальный рисовик откроет консоль и попробует полученное нам выражение в консоли чтобы убедиться что оно работает и так запускаем видим что у нас выдалась масса сниппетов у которых есть body и судя по всему ссылка на пользователя давайте попробуем вывести наших пользователей представление сначала я вам покажу неправильный путь он вы никогда так не будете делать конечных приложениях но нам он поможет проследить логику соглашений рисового приложения потому что если сразу писать магию зачастую непонятно откуда она берется и что делает и так у нас есть сниппеты и это коллекция значит мы можем применить один из итераторов например each так и соответственно у нас тогда в этом операторе будет элементом выступать сниппет а далее мы можем применять Slim например мы можем вывести при помощи равно например имя нашего пользователя юзерней и сниппет и его содержимое давайте я скопирую это в чат можно да обычно добавляется end но так как мы находимся в слиме древовидном он просто пускается мы за счет отступ да чисто по отступам как в пайтоне итак давайте посмотрим вывелись ли наши пользователи мы сейчас должны находиться на страничке localhost 3000 admin перезагружаем страницу и видим что они у нас все вывелись ctrl c exit эти запросы запросы не отправляются запросы отправляются только в том случае если движок рельс уверен что они потребуются для формирования данного представления обратите внимание это запросы в цикле то есть это так называем проблема n plus 1 от нее следует избавляться тут же Олег в прошлый раз в силу того что очень большой не успел вам показать этот прием я вам его покажу кратенько потому что выглядит он как чистая магия вы должны в хом контроллере указать что у вас пользователи являются ассоциации и их нужно загрузить заранее я сейчас сброшу эту строчку в консоль а сам перезагружу страницу чтобы мы могли сравнить что это что к чему эти действия привели итак у нас была масса запросов в цикле а вот это новый запрос и видите что у нас все 40 предыдущих запросов были свернуты в единичный запрос если вы будете на 4.4 и проходить мимо рубистов обратите внимание они все как правило работают с двумя мониторами с двумя мониторами в одном они кодируют в другом у них всегда открыта консоль рельс приложения они внимательно смотрят что у них происходит в консоли консоль рельсовая консоль она очень хорошая она позволяет вам во-первых следить за сколь запросами за проблемой н-плюс 1 во-вторых она вам сообщает различную информацию о том какие параметры приходят у вас в экшен насколько быстро работает тот или иной компонент вот обратите внимание база данных отработала за 1,7 миллисекунды а представления генерировались практически чуть меньше чем ну на два порядка дольше это проблема проблема для рельс то что представление генерация представления очень дорога разумеется в продакшене у вас этого не будет у вас там будет все закэшировано у вас там будет меньше тратиться времени но тем не менее рано или поздно кэш надо обновлять и вот собственно генерация представления это не самая дешевая операция благодаря тому что в рельс приложения вы можете подключить массу различных шаблонизаторов все их нужно перепроцессить эта операция очень дорогая об этом следует помнить итак давайте перейдем в наше приложение и посмотрим и начнем продолжим его исследование итак у нас выводятся сниппеты чем плоха такая надпись вот именно этими отступами если мы сейчас напишем какой-то футер в данном приложении то его будет очень сложно отличить от непосредственно тела кода давайте вынесем его в отдельный паршал в отдельный паршал и давайте этот паршал разместим сразу в правильном месте в таком котором рельсы ожидают его увидеть речь идет о сниппетах это означает что паршал разумно разместить в папочке сниппет давайте создадим ее в нашей папке админ то есть в папочке админ мы создаем создаем новую подпапку которая называется сниппет а в ней создаем файл паршал который мы назовем подчеркивание сниппет от mail slim и давайте я сейчас перемещу туда вот этот код я сейчас в чате сообщу вам содержимое паршала и его название где он должен находиться админ сниппет подчеркивание сниппет от mail slim по-моему там без подчеркивания назван я сейчас в случае проверю нет с подчеркиванием итак теперь мы можем попытаться заменить вот этот блок кода ссылкой на наш паршал для этого мы пишем команду рендер вернее метод рендер указываем название паршала так скорее всего нам придется указать полный путь к нему так как он расположен в другой папке если не успеваете не волнуйтесь я потом вам сброшу содержимое нашего шаблона и нам нужно передать ему наш сниппет так ну если не ошибаюсь наверное все должно работать давайте я на всяком случае проверю нет не работают неизвестные переменные так а неизвестные переменные внутри на паршал давайте посмотрим что туда в реальности передается для этого есть еще один метод helper он называется local science так local science давайте сразу сделаем inspect и посмотрим что у нас происходит так у нас не передалась переменная то есть у нас все локальные переменные пустые да вот так у нас все передается local assign пожалуйста запомните потому что он нужен не только для оттатки но и том числе для проверки того пришла ли вам переменная непосредственно сниппи ваш паршал бывают ситуации когда вы можете передать переменные можете не передать и эту ситуацию надо будет обработать и здесь local assign вам поможет итак возвращаем все на круги своя я перезагружаю страницу да все сработало давайте я вам передам текущее содержимое нашего шаблона индекс я предлагаю еще раз взглянуть на консоль что у нас там происходит теперь у нас другая напасть у нас 40 раз подряд дергается паршал сниппета обратите внимание что вот здесь несколько генераций да что время когда у нас когда у нас не дергался было 107 миллисекунд а последний раз когда мы его запускали у нас время возросло пусть незначительно но все же это тоже не очень хорошо потому что когда вы дергаете ваш паршал вы обращаетесь к жесткому диску жесткий диск это всегда плохо желательно чтобы обращение к жесткому диску было как можно меньше тем более обращение в цикле эту проблему можно решить для этого мы с вами сейчас избавимся от цикла цикл мы закомментируем а рендер немножко преобразуем так паршал мы передадим сниппеты в коллекцию то есть в отдельный в отдельный параметр collection collection и сообщим рендеру что у нас элементом коллекции является сниппет давайте сначала убедимся что все работает и что ничего не сломалось а после этого я передам вам эту строчку в чат давайте посмотрим что у нас происходит в консоли обратите внимание насколько радикально у нас сократился во-первых вывод консоли у нас ушел цикл из 40 вызов паршал сниппет и в то же время у нас сократилось время генерации наших представлений единственное что плохо так а я вам в чат вот вам строку рендеринга надо или сам паршал давайте посмотрим давайте я вам еще раз его скину и так что плохо обратите внимание вот на эту магическую строчку которая практически полностью состоит из слова сниппет но здесь встречается 4 раза если вы сейчас захотите сниппеты переименовать в айтемы вам придется 4 раза здесь изменить ну и плюс ко всему прочему эта строка выглядит просто страшно и как-то не по рубежному поэтому вы можете просто оставить здесь коллекцию сниппетс сниппетс я сейчас объясню на самом деле это не так смешно потому что для того чтобы оставить здесь коллекцию сниппетс должны быть соблюдены некоторые условия я немножко схитрил когда мы с вами делали подготовительную работу я разместил паршал в папочке сниппетс и назвал его сниппет если бы я этого не сделал сейчас бы произошла ошибка то есть это еще демонстрация соглашения Rails она позволяет вам очень радикально сократить код он будет выглядеть крайне изящным но все соглашения вам придется держать в голове и иметь ввиду когда вы работаете с приложениями что здесь очень много соглашений о которых нужно помнить они все прописаны в гайдах но их придется все же прочитать еще на чем я хотел бы остановиться существует два течения по построению представлений это собственно через паршалы рисовики их всех любят рисовики их очень любят их любят очень представители собственно других направлений например кто приходится с фронт разработки потому что они очень наглядные а существует другой способ это работа через хелпера то есть когда вы строите различные вспомогательные методы из которых уже формируете либо само представление либо какие-то его части вот этот подход более привлекательен для бэкэнд разработчиков почему паршалы всегда подтягивайте жесткого диска хелпер у вас всегда находится в оперативной памяти разумеется хелпер он более быстр он позволяет создавать более быстрые приложения но это адскиат потому что это чистый руби и если вам потребуется изменить какой-то дизайн он у вас полностью построен на хелперах то это будет достаточно сложно и это будет в основном работа бэкэндера но тем не менее давайте посмотрим как хелперы строятся мы на самом деле с вами видели очень много хелперов хотя давайте для начала не сами хелперы построим а посмотрим готовые хелперы вы уже очень много их видели просто мы не застряли на них внимания давайте откроем лейаут он у нас находится в папочке лейаут ну допустим административный лау вот все что не тег вот тайтл мета а вот все что начинается с символа равно это фактически хелпер например стал шесть линстег формирует собирает из ассетов все каскадные таблицы стилей и выводит на странице более того если в девелопмент окружении он каждый файл выводит отдельно то при продакшен окружении все файлы собираются сжимаются в виде одного файла то же самое с джаваскриптом более того например если вы хотите джаваскрипт перенести в конец страницы вы можете смело их перемести всего одной строчкой это собственно токен тегов вообще хелперов очень много вот я их даже полностью все не могу держать в голове очень часто обращаюсь в документацию потому что хелперов очень много их постоянно вводят различные гемы и вы хелпер можете писать самостоятельно если вам пришло в голову писать хелпер то все они должны быть сосредоточены в папочке app helpers вот здесь у нас уже есть заготовка под административную часть и давайте напишем какой-нибудь хелпер например у нас есть partial title а не так нет title давайте не будем использовать давайте возьмем partial snippets и попробуем полностью переписать с использованием хелперов скопируем его и перенесем папочку home helper для того чтобы нам он был у нас перед глазами и мы видели что мы делаем итак нам нужно в первую очередь создать тег параграфа для этого мы можем воспользоваться встроенным тегом content tag передать символ параграфа и его содержимое если мы сейчас отдадим если сейчас мы обернем его в какой-нибудь метод например put snippet то этот метод превратится в helper который мы можем вызывать в любом месте в юге но помимо пользователя у нас есть еще параграф содержимое сниппета давайте добавим его и чтобы объединить их сформируем массив и воспользуемся методом join подсказка нам больше не нужна ее удаляем я сейчас скину в чат содержимое нашего helper так и попробуем воспользоваться им вместо partial partial мы конечно уничтожать не будем но значительно значительно так знаете мы еще что забыли сделать с вами мы забыли передать в наш action сам сниппет давайте я на всякий случай продублирую верную версию вот и попробуем воспользоваться сниппетом partial а если мы сейчас перезагрузим страницу она у нас немножко должна измениться как видите у нас полностью вывелся HTML содержимое то есть вместо того чтобы получить содержимое страницы мы получили его представление которое санитайзером у нас было преобразовано безопасную форму мы сейчас не будем углубляться в проблемы санитайзинга есть быстрое решение это воспользуется HTML сейф если вы полностью уверены в том что вы выводите что у вас там нет XSS инъекций этим конечно можно пользоваться разумеется этим нельзя пользоваться здесь потому что имя пользователя и сниппет у нас пользователи которые вам насуют в первый же день XSS инъекций я лишь хочу обратить внимание на то что пользоваться хелперами их методами нужно осторожно и понимая последствия ну пожалуй все если есть какие-то вопросы тема это очень большая мы к сожалению затронули только основы только самые важные части все остальное по представлениям вам придется изучить по документации на сегодня все если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте то